Приветствую! Сегодня мы поговорим о решении Верховного Суда, которым, на мой взгляд, поставлена окончательная жирная точка в вопросе выезда мужчин из Украины во время военного положения. И мы посмотрим само решение суда, а также поговорим о том, какие дальнейшие перспективы на выезд мужчин из Украины. Хочу сразу обратить внимание, что данное решение суда касается выезда студента, но будьте уверены, что эта позиция Верховного Суда будет приниматься во внимание всеми нежестоящими судами Украины в тех случаях, когда люди будут оспаривать отказ в выезде из Украины во время мобилизации. Сейчас на экране вы видите именно это решение Верховного Суда. Вот оно. 17 августа оно было принято. Номер дела 3807792-22. Ссылочку я на него, естественно, оставлю в описании к видео. Вы сможете с ним ознакомиться в полном объеме. А здесь же мы посмотрим на самом деле только два основных пункта, которые, на мой взгляд, являются сердцем данного решения и то, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Итак, смотрим в первую очередь пункт 28. Вот этот пункт 28. Здесь указано, что необходимо зауважить, что такого закону, который бы комплексно регулировал реализацию встановленных статей 33 Конституции Украины прав и свобод, законодавцем не принято и станом на сегодняшний день. Что здесь сказал суд? Здесь он сказал именно то, что вы писали очень часто в комментариях, что закона, запрещающего выезд из Украины, до сих пор нет. Полтора года есть запрет, а закона, запрещающего выезд, нет. А мы же с вами помним, что 33 статья Конституции Украины говорит о том, что ограничение права на выезд возможно только в соответствии с законом. Но Верховный суд, обращаем внимание, подтвердил, что такого закона нет. При этом он говорит, что есть другие законы, которые ограничивают это право, но при этом самое приближенное, скажем так, в действительности, да, это то, что суд упомянул закон ОВО, ИВС и О мобилизации, где указано, что без разрешения ТЦК и ИСП военно обязанный, мол, не может выезжать из Украины. Вернее, менять место проживания. И здесь почему-то суд не сказал, что получите разрешение и выезжайте. Вот, и что студенты имели эти разрешения и не смогли выехать. Как-то это обошло суд стороной. И кроме этого, мы посмотрим еще один пункт, как же суд все-таки обосновал законность отказа в выезде мужчин из Украины во время мобилизации. А сделала он это вот здесь, в 87-м пункте, где указано, что, подсумовывая, выше еще выкладено, враховывая першочерговый пріоритет публичного интереса, обумовленный безпрецедентным масштабом загрозы для суверенитета и независимости Украины, суд приходит до висновки, что способ реализации державы о тих условиях прав, свобод и интересах ее граждан визначался потребой мобилизации оборонных людских и материальных ресурсов для забеспечения захисту державности, а тому е співмірным и застосованным до позывача обмеженням, та не е свавільным. Вот так сказал суд. Он говорит, что с учетом, обратите внимание, еще раз пройдемся по элементам, публичного интересу, то есть все это ради общего интереса, обумовленный беспрецедентным масштабом загрозы. Ну, мы понимаем, да, масштаб загрозы действительно беспрецедентный, но при этом вопрос, конечно, у нас все равно остается открытым. А может ли государство отступать от правил, которые оно же само и установило? Да, тех правил, которые есть в Конституции Украины. Ну, думаю, вы поняли основную идею. Тот факт, что нет закона, ограничивающего право мужчин на выезд из Украины во время мобилизации военного положения, как это предусмотрено Конституцией Украины, не свидетельствует о том, что данное действие власти неправомерно. Потому что власть это делает все ради блага государства, ради блага общества, ради блага каждого из нас. Что вы думаете по этому поводу? Как вы думаете, действительно ли можно отступать от того, что написано в законе, ради общего блага? И действительно ли, достигается ли вот то самое общее благо с запретом на выезд студентов, в частности? Потому что, когда мы говорим о вопросах мобилизации, мы же помним, что студенты все равно имеют отсрочку от призыва на воинскую службу. И, соответственно, вот вопрос, насколько все это соответствует вот этим идеям публичного интереса. Ну а теперь поговорим о том, что делать дальше, какие же дальнейшие перспективы у этого вопроса. Но перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а какое же дальнейшее действие тех людей, которые обжалуют это решение? Я думаю, есть возможность пойти в ЕСПЛ. Почему я так думаю? Почему мне кажется, что в ЕСПЛ есть определенные перспективы? А потому что есть международные акты о правах человека. И давайте один из таких мы посмотрим. А посмотрим мы с вами международный пакт про громадянские и политичные права. Как мы видим с вами сейчас на экране, указано, что этот пакт ратифицирован Украиной еще в 73-м году. И здесь мы посмотрим одну статью, статью 12, которая говорит, что Кожна людина має право покидать будь-яку країну, включаючи свою власну. А теперь давайте посмотрим частину третью. Что же здесь самое главное? Что здесь главное? Я думаю, вы уже заметили, что главное. Передбачено законом. То есть даже в международном пакте о правах человека указано, что ограничение права покидать страну может быть ограничено именно законом. А закона, как мы с вами помним, и как установил Верховный суд, такого нет. И именно исходя из таких положений международных актов, мне кажется, что у этого дела есть перспективы в ЕСПЛ. Но опять же, есть перспективы, это не значит, что я уверен в то, что люди выиграют. Почему? Потому что, безусловно, данное дело, помимо юридического характера, носит еще и серьезный политический подтекст. И, конечно же, насколько повлияет вот эта политическая сторона на позицию ЕСПЛ, сложно представить. Но, безусловно, это будет влиять на, скажем так, мировоззрение судей, которое в дальнейшем и будет положено в основу этого решения. Но, что самое интересное, мне в каком-то смысле решение Верховного суда понравилось, порадовало. Порадовало в том, что оно подтвердило, с одной стороны, мои прогнозы, да, и приятно оказаться правым. Хотя, конечно же, это та ситуация, в которой не очень приятно оказаться правым. Но, дело в том, что у меня были такие тяжелые разговоры с людьми, которые обращались ко мне за правовой помощью и получали отказы. Отказы в предоставлении их интересов в дальнейшем по этим делам. У меня были, естественно, очень много людей, которые обращались и говорили, давай пойдем в суд, давай будем обжаловать. И давай пойдем до Верховного суда, мол, будем обжаловать запрет на выезд. И, если вы помните, да, если вы сейчас смотрите это видео, то вспомните наши с вами разговоры. Я говорил, что перспектив идти в Верховный суд я не вижу. И всегда я всем говорил, что я не буду этим заниматься. Почему? Потому что я был уверен, что я просто возьму деньги. Да, я сделаю свою работу, но не от моей работы будет зависеть результативность. И в итоге вы бы на меня обижались за то, что я взял денег, а результата не достиг. А даже я помню людей, которые потом заходили на канал и в комментариях писали, мол, вот какой юрист нехороший отказался представлять мои интересы в суде. Либо идти дальше обжаловать те дела, которые проиграны были в первой инстанции. Так вот, друзья, смотрите, вот поймите правильно меня, почему я отказывался. Потому что я был уверен, что решение Верховного суда будет вот такое. И я вам об этом говорил, вспомните наши разговоры. И поэтому, поэтому за мою честность, за то, что я тогда не пошел заниматься тем делом, в которое я не верил, с вас присчитается донат. Ведь благодаря моей такой позиции вы сэкономили определенную сумму, поэтому с вас донат. Карточка в описании к видео. Ну, на самом деле это шучу. Но, правда, друзья, вот не обижайтесь на юристов, когда вам они отказывают в правовой помощи. Потому что бывает так, что действительно юрист понимает, что шансов у дела нет. И деньги деньгами, конечно, но ты понимаешь, что да, ты сейчас возьмешь деньги, а потом получишь в итоге недовольного человека, который там будет всегда ходить и говорить, вот плохой юрист не смог выиграть дело.